здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика и у нас такое вот видео комбо я хочу представить вот мой джемпер который возник у меня в результате совместника просто джемпер вот такой вот мой вариант джемпера хочу сказать что это я уже довязала девочки еще вяжут сделала расчеты на все размеры начиная с 38 по 62 попительно вот поэтому присоединиться в группу вы можете в любое время она никуда не девается то есть вы еще можете туда попасть и присоединиться к девочкам в любое время что для этого нужно оплатить получить qr-код скачать qr-код и войти в группу совместником стандартная процедура я думаю все уже ее изучили кто новенький и вообще не понимает что делать пожалуйста в телеграм у нас есть канал телеграм бесплатный вот там есть администратор который вам поможет либо в инстаграме настоятельно рекомендую подписаться либо на телеграм либо на инстаграм любая сеть которая вам ну которой вы пользуетесь потому что все последующие совместники обсуждаются там и решение принимается там у вас будет возможность приобрести доступ к новым совместникам за льготную цену если быть точнее то за один доллар то есть практически даром вы попадаете в совместник где остаетесь навсегда вот в новый совместник этот уже уже не новый уже материал мной обработан отработан и посчитан на размеры вот если вы хотите связать такой вот джемпер пожалуйста приходите материал вам доступен будет всегда а для того чтобы это видео не было пустым я вам далее покажу вот как сделать такую красивую горловину вот эту вот кетлевку вот так вот она выглядит красиво снизу вверх это ложная кетлевка делается просто вот и в этом видео я вам покажу как она делается в такая вот кетлевка и так будем делать ложную кетлевку снизу вверх вот у меня есть две пары спиц правда не одинаково один диаметр одни два с половиной одни три миллиметра ну да ничего и так я начинаю набирать петли таким вот образом достаю одну петлю здесь я продеваю спицу и там у меня вот смотрите вот уже одета петля полицы в лицу я как бы набираю петли здесь переношу нить вот смотрите вот таким вот образом так я не там то есть одновременно вы сейчас все поймете хоп сейчас я вам замедлю смотрите видите здесь уже у нас набраны петельки вот после того как я набрала петлю я переношу нить как бы наверх и после этого набираю петлю снова переношу нить наверх и набирая следующую петлю снова то есть я обвиваю ту спицу которая у меня за работой снизу наверх и набираю снова здесь обвиваю еще раз показываю здесь у меня ровно то же количество петель которые я набираю на вот эту вот переднюю спицу набираем свободненько чтобы у нас как бы хватило вот этой свободы и на те петли которые у нас здесь набираем нужное количество по кругу при этом вот захватывая не забывая захватывать вот эти вот с изнанки петлю ну спицу здесь она обвивается я вот так вот и освобождаю потом в процессе и вот так вот по кругу набираем нужное количество петель а вот смотрите по лицу у меня вот набраны петли на одни спицы а внутри точно такое же количество петель здесь у меня как бы не набраны петли обвита спицы и таким образом образовалась петля и вот между вот этими спицами у меня находится само основное полотно то есть здесь у меня петли и с этой стороны петли сейчас я работаю эти внутренние спицы я оставляю и работаю с внешней спицы той с нашей лицевой стороной нашего нашей горловины и первый ряд я провязываю изнаночными петлями так тут у меня ниточка я ее вот так вот благополучно завязываю и фиксирую это нить набора я ее вот всегда так завязываю и вяжу первый ряд изнаночные петли далее 3-4 ряда лицевыми петлями она кажется что неудобно вот здесь вот знаете что я посоветую брать спицы с длинной леской тогда вот эти как бы сама спицы сдвигается и получается удобнее вот не так вот она упирается но в общем сейчас я вижу один ряд изнаночными петлями чтобы с имитировать вот эту вот кетлювку и потом три или четыре круга лицевыми петлями я довязываю круг изнаночными петлями и теперь вяжу все тот же внешний ряд но лицевыми петлями это у нас наша имитация кетлевки далее я вижу нахожу здесь же и вижу лицевыми петлями так взяла уже наружную спицу видите внимательно девочки вот она внешняя спица лицевыми петлями вяжу 3 ряда или 4 ряда вот как как вы визуально как вам больше нравится и так я провязала 3 ряда вот смотрите видно здесь 3 ряда теперь я оставляю вот эти вот спицы внешние и перехожу к внутренней спицы так здесь у меня и я буду вязать в обратную сторону вяжу вот эти вот петли которые мы перебрасывали через лес куда вот я первую петлю вяжу нить сюда увожу здесь у меня тоньше спицы для внутреннего вот этого валика вот здесь я вижу без изнаночной петли вот кстати вот эти вот ниточки можно увести вовнутрь этого валика который у нас будет образовываться вот и спрятать потом и теперь я вижу внутренние петли вторыми спицами вот здесь вот по кругу три ряда вот здесь мы не делаем имитации кетлевки так провязала я на внутренние спицы 3 ряда то есть внешняя спица у нас на ряд больше вот на вот этот вот ряд если вы вяжете здесь четыре ряда то здесь вяжите 4 ряда плюс вот этот вот ряд как бы кетлевки значит здесь вот конец моего вязания я вну с внутренней стороны обрезаю нить вот и привязываю ее к нити фиксирую книги вот внешнего края теперь смотрите я беру подтягиваю внешнюю и внутреннюю спицы вот левая вот этот валик ну то есть вот это внутреннюю часть сюда заправляем ниточки и вот таким вот образом мы соединяем лицевыми петлями значит берем с одной спицы петлю и со второй спицы петлю и здесь я и буду разворачивать провязывая забыла видите разверну развернула провязала развернула обе провязала тем самым я внутреннюю часть как бы петель я сокращаю остается только внешняя моя часть образуя такой вот красивый профессиональный валик все вот это все ниточки срезы у нас прячутся в этот валик все получается очень красиво и вот так вот по кругу я аннулирую полностью вот эту вот спицу с этими внутренними петлями так вот я провязала резинкой смотрите так раз два три четыре восемь девять рядов это у меня в сантиметрах сейчас я вам скажу значит сантиметрах у меня 3 сантиметра вот именно от вот этой вот кетлевки при этом скажу что 6 рядов я провязала спицами 3 миллиметра и потом перешла на два с половиной миллиметра как вам внутри показать кетлевку значит теперь как закрыл я закрываю резинку 2 на 2 я один круг провяжу перейду на резинку 11 кто-то переходит два ряда я вот один и мне достаточно чтобы закрыть эти петли и один кружочек провязываем вот я провязала один круг резинкой один на один теперь я буду закрывать обычным классическим способом иглой для резинки 11 мы действуем по классической схеме с лицевой стороны пару им 2 лицевые а далее 2 изнаночные пару им как бы двумя лицевыми с изнаночной стороны вот они с лицевой стороны они 2 изнаночные поvaluation одеяло пояснился поиски пояснился 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 пояснялся sol Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...